Пока кто-то только мечтает, действуй! Покоряй горы, исследуй леса, изучай водную стихию с непромокаемыми туристическими ботинками от кари. Абсолютная защита от воды и холода для экстремальных путешествий. Я олимпийский чемпион Алексей Ягудин, и я привык достигать цели. Непромокаемые ботинки от кари. Покоряй мечту. Потому что для меня в первую очередь путешествия это люди, которых я встречаю в тех странах и городах, куда я приезжаю. Потому что благодаря энергетике человека, благодаря его улыбке, просто какой-то мимике я запоминаю и понимаю про людей, про это место гораздо больше, чем если бы я просто ходил как турист по каким-то достопримечательностям. Потому что я, в общем-то, и назвал свой канал «Вы люди», потому что я считаю, что люди – это самое интересное, что есть в этом мире. И вот у нас недавно вышел ролик про самых необычных людей, и я прям собрал такую выжимку всех самых интересных, с кем я встречался. Потому что я продолжаю искать таких людей. И вот сегодня мы отправимся в очень необычное место. Это маленький городок Бадайбо, где добывают золото. Отправились туда наш новый автор Саша Капков. Они едут туда вместе с нашим Стасом искать золото в маленьком городке Бадайбо. И многие из вас о нем не слышали. Да даже я, честно говоря, не слышал до тех пор, пока мы не начали снимать этот ролик. Но именно Бадайбо считается золотой столицей Сибири. Там нашли золото больше 200 лет назад, а сейчас вокруг Бадайбо десятки золотых приисков. И еще больше любителей, которые с помощью металлоискателей ищут и находят этот драгоценный металл. Как добывают золото, и правда ли, что оно буквально под ногами у местных просто валяется, Саша со Стасом тоже сделали попытку найти и чуть-чуть подзаработать. А вот повезло им или нет, смотрите в нашем ролике дальше. И да, Саша Капков наш новый автор, и я прошу, не судите строго. Первый выпуск, это всегда очень волнительно. Он будет читать комментарии, он будет искать самые плохие комментарии. Поэтому пусть кроме плохих, там будут еще и хорошие просто от себя. Очень прошу, друзья. Специально для вас не ставлю себя на заставку, да, потому что, скажем так, в этом бунте вы победили. Поэтому знаю, что вы можете. Ну, поэтому я знаю, что как вы можете накидать, да, я знаю, что вы так же можете и поддержать гораздо сильнее. Поэтому давайте поддержим Сашу Капкова. Погнали смотреть его ролик. То есть мы реально нашли золото? Да. Чтобы его проверить, мы берем ножом и чуть-чуть ковыряем. Я ложкой никогда не мешал золоту. Я не знаю, почему я это делаю, но вообще это довольно созидательный процесс. Владимир Яковлевич, вот так надо проверять? Все буквально. Да? А что я должен почувствовать? Мягкость. Мягкость? Мягкость зубов я, конечно, почувствую быстрее, чем мягкость золота, так что я не буду. Люди мы в городе Бадайбо. Это Иркутская область. И здесь добывают около 10% всего золота России. 7 килограмм 446 грамм. А чего ложка? Ну-ка мешать. По-другому не получится. Да? А зачем мешать? Чтобы остыло? Здесь, чтобы усмыть. В год отсюда увозят около 20 тонн золота, а добывать его тут начали более 200 лет назад. Бадайбо считается одним из самых богатых месторождений Сибири. Все население небольшого города в тайге связано с золотодобычей. И чуть ли не каждый вам тут расскажет свою невероятную историю о том, как шел и вдруг под ногами золото. Иду такая по дороге, говорит, камень-то копнула, красивый, поднимая, говорит, его. Принесла домой, красивый камень, положила на печку. Он где-то нашел жилку и все, ходил там, ковырял, ковырял. Запарник у него такой большой откроет, говорит, смотри, он полный золота. Грамма полтора здесь. Достаточно большой кусочек, но самое удивительное в том, что если бы я просто пнул его ногой, я бы даже не понял, что это золото. Я по золоту иду сейчас, правда? Я никогда не ходил по золоту, спасибо вам за такую возможность. Владимир Яковлевич, а я по сути должен просто бросить его, да? Люди, привет. Это место позади меня в переводе с венкийского дословно и означает это место. Сюда довольно трудно добраться, а два раза в год это сделать практически невозможно. Как тут говорят, это место отрезано от большой земли. Сегодня этот регион обеспечивает до трети всего золотовалютного фонда России. Помните, в школе мы на контурных картах рисовали разные ромбики, кружочки, квадратики, отмечая ресурсы нашей страны. Так вот здесь, над этим городом, мы рисовали огромный такой большой черно-белый кружок, потому что прямо под моими ногами огромные запасы золота. Дорогие друзья, мы с вами в Бодайбо, в Иркутской области. Меня зовут Александр Капков. И сегодня специально для «За люди» мы узнаем, как здесь добывают золото, кто его добывает, да и вообще разберемся, как люди живут. А здесь, друзья, должна была быть реклама, но этот слот выкупила точка, чтобы вы не отвлекались от главного. Точка — тот самый банк для предпринимателей и предприятий. Люди, смотрите премьеры наших выпусков в ВК-видео. Прямых перелетов в Бодайбо нет, только с пересадкой на местной авиалинии. А эти рейсы часто задерживают, и если быть точным, то тебе прям крупно повезло, если ты вылетел по расписанию. Погода нелетная или полосу подтопило. Местные к такому уже давно привыкли. Наш рейс откладывался три раза. Заходя в самолет, я сначала ударился головой о низкий проем, а потом не мог отыскать места, куда кинуть свой рюкзак. Вокруг красота, таежные сопки, реки. С погодой, надо сказать, тоже почти повезло. Видите, там внизу золотая осень. И никакой цивилизации. Правда, лететь недолго, всего два часа, и вот мы уже идем на посадку. Интересно, вот так вот мы из аэропорта выходим. В принципе, просто автобус подвез нас к границе аэропорта, вот так, ворота. И все. И все. И после этого мы уже выходим просто, по сути, в город. Больше ничего не вижу. Терминала не вижу. В аэропорту Бадайбо, оказалось, все же есть маленький терминал, но он только для тех, кто вылетает. Четыре рейса в день принимает аэропорт, и терминал, конечно, не помешал бы. Пару лет назад начали было капитальный ремонт, но пока так. Добыча золота всегда была тяжелым ручным трудом. Тачка, лопата и кирка. Так тонны земли промывают в поисках золота. Сегодня золото промывают, по сути, тем же способом, только вместо кирки и лопаты огромные экскаваторы, а вместо тачек используют белазы. До прииска, кстати, теперь можно добраться не на телеге или на поезде, а с большим комфортом – на вертолете. Владимир Яковлевич. Доброе утро. Мы сегодня, чтобы быстро добраться, не на автомобиле решили ехать, да? Ну, мы ехали по дороге до базы. Вот эта дорога еще хуже только будет дальше. Там наверху получше? На сотни километров. Там будет отлично. Так, ну все, мы поехали. Не будем терять время. Владимир Яковлевич – генеральный директор золотодобывающего предприятия «Редкон». И вертолет для него действительно никакая не роскошь, а единственное возможное средство передвижения. Дороги размывает, а попасть на карьер другим способом иногда просто невозможно. Сам Харичев из семьи золотодобытчиков. Родители его кочевали с прииска на прииск, мать – бухгалтером, а отец – на добыче. И после армии он уже сам был на прииске. На этом прииске «Редкона» добывают рассыпное золото. Оно залегает неглубоко по руслам рек, и его не нужно извлекать из породы. Первое. Это, конечно, разведка. Геологи-разведчики приходят на участок, бурят землю и достают из нее пробы. По ним смотрят, сколько в земле золота и на какой оно глубине. Далее приезжает тяжелая техника. Она снимает верхний слой пустой земли. Золото может залегать как на глубине 5 метров, так и на глубине 155 метров. Как только дошли до золотоносного слоя, продолжают копать. Выбирают золотоносные пески и везут их на промывку. Промывают на специальном промывочном конвейере обычной водой. Грунты камни отсеивают, а золото собирают в специальные лотки. Мы летим на прииск на реке Дяля. Это месторождение рассыпного золота было открыто в 1992 году. И сейчас карьер здесь достигает в длину 10 километров. За 32 года здесь нашли около 4 тонн золота. Вот прямо сейчас здесь и добывается золото. Согласитесь, не самая драгоценная картинка. По большому счету, это обычный карьер. Здесь сейчас работает большой экскаватор и белазы. Вон он подъезжает, следующий. Он сейчас будет загружать в него всю эту породу. В каждом таком белазе может и не быть золота. А где-то полграмма, а где-то грамм. Вообще непонятно. Конечно, потом по общему объему переработанного грунта и добытого золота они посчитают примерно, сколько его было. Но просто на секунду представьте, что вон там, где-то в этой толще, просто микроскопические кусочки золота. Кстати, напомню, что сегодня один грамм золота стоит, по-моему, 7,5 тысяч рублей. 7-800. И вот так вот каждый день. Там золота нет. Эти экскаваторы снимают тот самый пустой верхний слой. Его на самосвалах увозят с участка. Погода сегодня, конечно, так себе. Там уже снег лежит. Да и сейчас, по-моему, уже не дождь, а снег идет. Громко грязь. В этом всем добывается золото. Такое дорогое и абсолютно не ассоциирующееся с тем, что можно здесь увидеть. Особенно под ногами. Я вас уверяю, обувь лучше сюда подбирать более соответствующую, чем обычные кроссовки. Но я взял хотя бы не белые, уже достаточно. Вот этот экскаватор снимает, кстати, не золотоносную породу, а просто снимает слой, чтобы добраться до золота. Про эти белазы, я думаю, вы видите, сколько их здесь. Это самые незаменимые трудяги здесь. Его колеса больше, чем я, выше, чем я. По-другому здесь вообще никак не справятся. И они один за одним перекидывают эту породу туда, куда... Кто на промывку, кто на какой-то отвал. Или вот, например, шагающий экскаватор. Это огромная махина со стрелой 70 метров и ковшом, куда поместится автомобиль. Просто посмотрите на этот огромный дом. Он похож на какого-то трансформера из боевика. Мало того, что он крутится вокруг своей оси, так он еще и шагать умеет. То есть он буквально переходит с места на место своими ногами. А управляет им всего один машинист. Сейчас, например, его главная задача — передвинуть гору с одного места на другое. Это просто охренительная техника. Я, конечно, слышал про них, видел на картинках. Но когда ты находишься рядом с ним, это просто вау, охренеть. Это размером с дом махина крутится вокруг своей оси и перекидывает грунт на десятки метров. При этом делает это довольно тихо. Ну, то есть рядом можно находиться. Но когда эта штука просто вся приходит в движение, она напоминает какой-то космический звездолет в стиле стимпанка. И стекло, и металл этот ржавый, который не накрашивали, выглядят просто чумово. Вот эти лапы, кстати, это шагающий экскаватор огромный, когда он переходит с места на место. Я бы отдельно хотел посмотреть, как это выглядит. Но посмотрите, когда он мимо тебя проносится, это просто что-то с чем-то. А еще самое интересное, что он работает, по сути, от розетки. Вот этот кабель, который лежит, это его питание. Он от него питается. И, кстати говоря, эта штука существенно экономит деньги, несмотря на вот этот свой размер и какую-то неказистость. Потому что, чтобы перебросить грунт с одной стороны на другую, белазами пришлось бы это хренову тучу времени перевозить. А он это делает довольно быстро. Все, погнали. Справа висит местная азбука. Это набор сигналов, с помощью которых общаются машинист экскаватора и другие работники карьера. Все предельно просто. Сигналы подает машинист экскаватора. Один гудок – окончание работы. Три коротких – начало шагания. Два коротких сигнала означают, что можно подъезжать на погрузку. Один длинный – погрузка окончена. Вокруг шум, какие-то электрические шкафы. Безостановочно работают тросы подъемного механизма. Изнутри впечатление еще круче, особенно от того, что этот цех двигается в пространстве. Расскажите немножко, что у вас… Какие рычаги управления в руках, какие в ногах? В ногах – это поворот налево, налево, право, направо. Левая педаль налево крутимся, да? Да. Правый – на правую сторону. Так, а в руках? Левая рука – это тяга, а правая рука – это падение. Вот, поднимаю, правая. А, вижу, вижу, вижу. Тягу опускаю, он на педаль. Ой, ничего, что вы рассыпали немножко? Нет. Шагает он, кстати, очень медленно. Но, согласитесь, не в этом его суперсила. Какая у него скорость? Скорость? Жигу сделает? Минуту один шаг. Минуту один шаг? Да. Это сколько в метр? Метр семьдесят. Метр семьдесят. Получается, в минуту он идет от меня. А что, сейчас пятьдесят сегментов? Я метр семьдесят просто. Ну, не самая большая скорость, конечно. Но я так полагаю, у него не в этом главная сила. А вот тут уже происходит финальная стадия – промывка. Эта штука называется промприбор. По сути, это и есть промывка золота. То есть, все то, что там в карьере сваливают в белазы, привозят сюда наверх, он прокидывает свой кузов, и все это падает вниз. Сначала промывается, потом большие камни в сторону, они отдельно соркируются. И весь песен дальше уже начинает все мельче и мельче проходить фильтры. Так, чтобы маленькая песчинка золота в итоге вот из этого месива там нашлась. Я вообще не понимаю, как это можно найти ее там. Но после того, как вся эта весь этот грунт пройдет до конца вниз, если здесь что-то есть, его найдут. Так, давайте отойдем. Как раз подходит еще один самосвал. Все этапы находятся под видеонаблюдением, а у входа стоит вооруженный сотрудник. Такая технологичная избушка – это самое охраняемое помещение на прииске. Именно здесь скапливается добытое золото. Это называется наспитатель. Он ждет, посыпает, сюда грунт привозит. Грунт поступает в грохота. На промывку. Грохота? Потому что он грохочет? Да, грохота трясет их. А, он вытрясывает большие камни. Да, все, я пустою. Мелкая аттракция тут у нас стоит в соответствии. Мелкая аттракция ходит через бочку. Бочка тоже как фильтр, типа? Она крутится, да? Она крутится, промывает тоже. Здесь стоит на расширке, но промывает. Тоже промывает. Что-то мыло, входит сюда в сутки. А потом от застательного входит сюда в золото. А вы хоть раз видели золото здесь за все это время, что работаете? Ну, как-то иногда бывает, что-то там проскользится. На мониторах или говорят, вот, смотри, принесли? Нет, так нет. Золотоносную породу сваливают в приемник. Дальше она проходит через большие металлические ванны на пружинах, которые постоянно вибрируют. Таким образом из них вываливаются крупные камни. Оставшаяся порода подается вместе с водой на большой фильтр-барабан. Вращаясь, он также отсеивает лишнее, а золотую смесь подводит на последний этап. Это технологичная избушка, как я сказал. Она просто многоуровневая. Посмотрите, все сделано. Сильо, похоже на большой шалат. Вот то, что падает сюда в этот барабан, называется пульпа. Это сеть воды и грунта. Там же в этой пульте находятся и молодые частички, которые дальше уже будут отсеиваться и находиться. А зимой... А вот так выглядит главная комната, где золото, как говорят, старателей можно зачерпывать руками. Она опечатана, и на входе вооруженная охрана. Так, ну что, заходим. Воду выключили, и самое время уже посмотреть на золото и подержать его в руках, я надеюсь. Аккуратно, может быть, скользко. Я по золоту иду сейчас, правда? Я никогда не ходил по золоту. Спасибо вам за такое возгласие. Это оно? Оно. С ума сойти. Ну, это мало, потому что... Это крупно? Да, крупно. Сколько здесь грамм? Ну, побольше грамма. Грамма полтора-два. Я бы никогда, если встретил это, мне кажется, даже бы не понял, что это золото. Прошел бы мимо. С ума. Ну, просто так, не знаете. Вот это полтора грамма? Да. Обалдеть. Ну, это такие большие кусочки. Мне казалось, что, типа, бывают прямо как песчинки. Владимир Яковлевич, вот так надо проверять? Да? А что я должен почувствовать? Мягкость. Мягкость? Мягкость зубов я, конечно, почувствую быстрее, чем мягкость золота, так что я не буду. Так. Золото мягче, чем зубы, поэтому все золотое и писают. Владимир Яковлевич, а я, по сути, должен просто бросить его, да? Да, вот сюда. Слышь, слышь. Карманы. Золото из этих лотков собирают раз в два дня. В прошлый раз здесь набралось почти 10 килограммов. Почему? Ложка мешать. По-другому не получится. Да? А зачем мешать? Чтобы остыло? Здесь что-то, посмотрите. С ума сойти. Какое самое большое выноходение? Это же самый регулярный вопрос, да? На деле мы в самом большом числе. А тут нет весов? На мочи я на 767 грамм, помню. А на деле там они в основном до 100 грамм нужны, наверное. Так что? Ну да, с по 13 было. Из этой комнаты золото попадает в золотоприемную кассу. Именно она часто становится главной целью грабителей. Нападают, убивают, грабят. Момент, когда золото везут с прииска до города, чтобы передать на завод по переработке, самый опасный этап. Злоумышленники на пяти автомобилях окружили и заблокировали машину потерпевших. Это были руководитель частной фирмы, один из учредителей и начальных службы безопасности компаний. Этот случай произошел в 2021 году. Тогда учредители компании похитили и требовали передать преступникам долю в уставном капитале фирмы и дорогое имущество. Или вот еще один. Здесь ФСБ накрыло группировку, которая выкрала 85 килограммов золота. Все члены банды работали на приисках. И, имея доступ к золоту, выносили его небольшими партиями. От золотой лихорадки никто не застрахован. А вот у Харичева уже к этому явный иммунитет. Для меня, во-первых, человеческие отношения – это выше материальных. Это первое правило. Я никогда, допустим, если мне приходится выбирать человеческие отношения и деньги, я выбираю человеческие отношения. А второе – деньги для меня – это средства для работы, для отдыха, для жизни. Все. А золото? Золото меня никак не волнует абсолютно. Это тоже, это, ну, все равно, это средство для жизни. У меня нет такого трепета к нему. Чем больше, тем лучше. Я всегда знаю, как только ты начинаешь отвлекаться и думаешь, вот, я здесь добуду столько, столько, это всегда не совпадает. И я всегда говорю, я добуду здесь столько, сколько здесь лежит. Сказал, как отрезал. И ведь все добудет до последнего. Настоящий сибирский мужик. Вот чувствуется в нем какая-то мощь, жесткость, уверенность и напор. Такие и становятся директорами золотодобывающих компаний. У него даже есть инструкция на этот счет. Ой, ой. Сопнулся. Ничего, ничего. Нормально. Но надо начинать с того, что ты должен постичь весь процесс от начала до конца. Выработать горный шаг, я говорю, то есть в сапогах побегать по полигону. Но чтобы у тебя грязь на спине не висела. Да, потому что можно бегать весь в грязи быть, а можно ходить нормально. И все. Люди, нас ждут новые страны и захватывающие события. И вам точно стоит это увидеть. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы быть с нами на связи. Ставьте лайки и делитесь своим мнением. Мне важно знать, что вам понравилось в выпуске. А то, что вам не понравилось, я и так читаю регулярно. Но вы иногда пишите все-таки плюсы и минусы. На самом деле мы действительно читаем очень внимательно и следим. Спасибо. Вы только посмотрите на эту энергичную и улыбчивую женщину. Это краевед Любовь Ивановна. Она просто фанат своего края. Бодайбо находится в Сибирской тайге. Ближайший большой город отсюда – Иркутск. До него 876 километров по прямой. До Северобайкальска, которыми пролетали, чуть меньше 400. Здесь же люди окончательно обосновались во второй половине 19 века после начала золотой лихорадки. До этого золото тут тоже намывали. Просто не в таких объемах. Это делали местные венки и тунгусы. В 1846 году рассыпное золото в этих местах нашла организованная поисковая команда иркутских купцов. Люди, хотите знать, в каких странах мы снимаем прямо сейчас? В каких мы местах и что там происходит? Об этом мы рассказываем у нас в телеге. Переходите по ссылке в описании. Сибиряков был как раз купцом из Иркутска, которому сильно повезло. Его разведчики нашли золото в притоках реки. Я себе даже представить не могу сейчас, как те первые бригады преодолевали эти 800 километров от Иркутска. Здесь установили столбы. Первый столб они установили здесь, на левом берегу реки Бадайбо. И на версту выше второй столб установили. С той территории, с того прииска. Он получил этот прииск, получил название Стефана Афанасьевски. С того прииска и началось развитие нашей территории, нашего города Бадайбо. Дальше год от года добычу золота увеличивали. И к началу 20 века Бадайбо получил статус города. К этому времени тут уже действовали десятки приисков. Для обустройства приисков денег здесь не жалели. Там даже было электричество от маленьких гидроэлектростанций. Именно здесь построили первую в Восточной Сибири железную дорогу. Паровозы для нее пригнали прямо из Англии. Жизнь бурлила и город развивался. Здесь строили дома, открывали больницы, школы. И вообще, когда рабочие сюда приезжали, они стремились попасть на Сибиряковские прииски. Потому что вот там и зарплата выше была, и отношение было более гуманное. Сибиряковы, они же вообще были благотворители. Они больше всего церквей построили в Иркутской губернии. Очень много школ открыли, гимназии. И вот они и так же и вот относились, в общем-то, старались относиться и к рабочим. Рабочий здесь от работы, например, сезон, он мог приехать, купить себе и корову, купить, и дом мог себе построить там, или купить даже дом, да. То есть и лошадь мог купить. Город Бадайбо небольшой. Он вытянут вдоль Витима на 6 километров. Три из них. Это вообще взлетно-посадочная полоса аэропорта. И здесь всегда знаешь, когда прилетел очередной рейс. Ну, потому что Ан-26 проносится прямо над твоей головой. Самые красивые дома, естественно, принадлежат золотодобывающим компаниям. Вот здесь здание старейшей компании Лензолото. И рядом с ним одна из крупнейших компаний России Полюс. Тут же на площади два памятника. Один Ленину, спиной к администрации, все как положено. Второй золотодобытчикам. Выше чем пять уровней здесь домов вы не найдете. При этом соседствуют они вот с такими вот избушками, которые находятся позади меня. Это, естественно, еще более старые дома. И такого фонда здесь тоже достаточно много. Он барачного типа. Если вы помните, это одно-двух, может быть, иногда трех подъездные деревянные дома. Они всегда двухэтажные. И, конечно, некоторые обшиваются иногда сайдингом, покрываются новой кровлей. И некоторые стоят в том же самом виде, в котором они построены были около 70, а может быть, и больше лет назад. Вот это граффити мне очень понравилось. Чтобы мы не забывали, где мы находимся. Советские панельки в перемешку с деревянными домиками частного сектора. Кое-где в городе можно встретить капитальные строения сталинского периода. А вот более-менее современное здание. Это торговый центр. Для меня он совсем не похож на привычный торговый центр стекла и бетона. Скорее на чей-то коттедж. Новых жилых домов в городе не строят. Но купить квартиру вообще не проблема. Здесь очень часто можно встретить объявления о продаже. Например, двушка 50 квадратов будет стоить примерно 2,5-3 миллиона рублей. Думаю, тут еще поторговаться можно. Но покупает ли кто-то здесь это жилье сейчас? Ну, кто-то купит когда-то. Но пока сейчас все встало. А так у нас хорошо было, все нормально. То есть просто в этом году именно вот лето. И вообще вот этот год массовый переезд с Бадайбо. То есть очень много народа отсюда уехало. Такого раньше не было. Просто массовый выезд и поэтому очень много объектов. На самом деле здесь нормально все. Продается покупать. А с чем это связано? Почему именно в этом году народ массово отъехал? Ну, вот АО «Полис Вернерская», по-моему, вот их расформировали или что, или оптимизировали. Не знаю что, но просто был большой офис, то есть было большое количество человек, там сотрудников. А теперь мало. То есть вообще практически нет. Ну, то есть, в принципе, даже местные какие-то внутренние перестановки в одной большой компании сильно влияют, там, и на город. Конечно, конечно. У кого-то 2-3 квартиры, и все, вот они их выставили на продажу. Это уже 10 человек возьми, у них по 2-3 квартиры выставили там. Вот, пожалуйста. Ну, или просто уезжают, обычные люди тоже отсюда уезжают. Катя приехала сюда из Иркутска больше 10 лет назад. Сейчас она делает свой бизнес, не связанный с золотом, и растит двоих сыновей. В Бадайбу ее знает, мне кажется, каждый. По крайней мере, подписчиков у нее больше, чем население города. А сюда она приехала вслед за мужем. Ну, тогда еще своим парнем. Он приехал, сразу устроился на участок работать. И я там 2 месяца пожила без него, и решила, что нет, я поеду за своей любовью. Ну, Бадайбу, значит, Бадайбу. И я тогда уже к нему летала сюда, на знакомство. Поэтому я примерно понимала, куда я еду. Я собрала маленькую сумочку с вещами и приехала сюда. Меня здесь никто не знал. Здесь не было интернета. Все пароли от своих страничек я забыла. И тогда я устроилась здесь работать поваром. И однажды Степа сказала, что, ну, то есть мне было плохо, что нет друзей, нет родни. И я сказала, что меня здесь будет знать весь город. Вот увидишь. И да, вот таким образом, спустя много лет, с 2013 года, да, в 2012 году я сюда переехала. И вот сейчас 2024-й меня знает реально весь город. Да, могу с уверенностью сказать, меня знает весь город. Вау, круто. Сначала сдавала квартиры посуточно. Одну, вторую. Потом еще решила заняться клинингом. Ну, чтобы и квартиры держать в чистоте, и подписчиков в соцсетях привлекать. И реально, ее блок вырос именно на теме уборки. Кажется, что сибиряки все такие. Прут на пролом. Добиваются цели. Несмотря ни на что. Еще одну достопримечательность я нашел неподалеку. Паровоз серии ГР, сделанный в 1951 году в ГДРовском городе Бебельсберг. Вандал Андреевич. Вандал Андреевич. Потому что они меньше, чем обычно мы привыкли видеть. Это Бадайбинская железная дорога. И здесь она появилась раньше, чем в Иркутске. Раньше, чем вообще во всей стране. Это первая в Восточной Сибири железная дорога. Ее начинают строить в 1895 году. Она была необходима для трудяк, как воздух. По ней на прииски доставляли не только людей, но и грузы, станки, строительные материалы. Да вообще все доставляли туда, на ней. В общей сложности в ее состав входили более 150 километров полотна. Поезд выходил из Бадайбо, обходил все прииски и возвращался обратно. Правда, с большой землей соединения у железной дороги не было. Сегодня от Бадайбинской железной дороги не осталось и следа в городе. О ней напоминает разве что вот этот памятник в виде паровоза. И вон там через дорогу заброшенный, полуразрушенный ДК железнодорожника. А надо сказать, он прям классный. Даже в таком виде. Одно из немногих сталинских строений в городе. Таких ДК и в больших-то городах еще поискать. На форумах люди вспоминают, как проводили здесь юность. Смотрели спектакли, кинопоказы, танцы. Говорят, лестницы были мраморными, а в фойе висела огромная хрустальная люстра. А вот так здание выглядело в далеком 1959 году, когда его только построили. Когда-то тут давали постановки местные и заезжие актеры. Выглядит оно прям очень круто. Одно из самых торжественных зданий на тот момент здесь. Ну, наверное, вот еще здание райкома партии точно такое же. Но это прям шик. Я думаю, здесь бы очень круто вписалась сейчас какая-нибудь техно-вечеринка. Бесплатная идея, забирайте. Да, ну сейчас попробуем туда зайти. Я не думаю, что это будет прям слишком просто, потому что уже на входе вижу, что все окна и все бывшие двери, проемы здесь заварены. Вот тут можно пройти. Да, вот это... А сегодня все окна и двери заварены. Внутри обвалившиеся сценические конструкции и перекрытия. На решетках надпись «Опасно для жизни». Кстати, заварили качественно. Зайти внутрь у меня так и не получилось. Обалдеть, а здесь еще круче. Смотрите. Я бы вот это место сделал парадной. Выглядит просто сумасшедший. Оно выглядит, как... За такую площадку нужно деньги брать. За ее аренду, я имею в виду, сегодня. Посмотрите. А в остальном все как было. Да, Кристина? Кристина, это тоже не я писал. Ну, в общем, объект просто мега крутой. Восстанавливать дом культуры не собираются. Говорят, это выйдет дороже, чем разобрать его и построить новый. Но и местные жители не намерены сдаваться. Они продолжают собирать подписи и отправлять письма о том, чтобы ДК не сносили. В таком виде он уже почти четверть века. А вот еще один. Пожалуй, самый знаменитый и монументальный памятник в Бадайбо. По случайному стечению обстоятельств тоже не действующий. Этот мост позади меня можно, в принципе, тоже назвать золотым, потому что с кем не разговаривал, многие про него говорят и все его жаждут. Этот мост стоит здесь в таком виде с 80-х годов. То есть вот здесь на Витиме стоит несколько мостовых опор, вот на берегу небольшая подъездная часть и все. Тогда их заложили, а потом всему конец. И мосту, ну и стране конец, поэтому ничего и не достроили. И с тех пор это вот в таком виде и стоит. А мост этот на самом деле единственный, который ведет на большую землю. Ну то есть как ведет, он бы мог везти. Сейчас эта связь обустроена только лишь паромом. А это означает, что два раза в год, пока лед не встанет. Вот сейчас здесь последние дни, когда ходит паром. Сейчас начнет вставать лед и паром уже ходить не будет. Потом зимой, естественно, можно будет совершенно спокойно ходить и ездить по льду. Ну а весной опять будем отрезаны от всего материка, потому что будет ледоход. И пока лед не сойдет, тоже никакой связи не будет. Единственное, как можно будет сюда попасть и отсюда как-то улететь, это на самолете. Кстати, сразу после нашего отъезда мост начали сносить. Говорят, что новый мост все-таки будут строить. И согласно объявленному тендеру, до 30 сентября 2028 года должны управиться. Ну а пока без моста обстановка на переправе, как и раньше. Сейчас пошел лед, паромы не ходят. 24 октября на берегу скопилось почти полсотни грузовиков с продуктами, топливом и прочими грузами. И пока река не промерзнет, людям приходится добираться на работу, рискуя своей жизнью. Многие проваливаются. А купить топливо в такие дни практически невозможно. Значит, смотрите, 95-й 70 рублей, дизель 82. Существенно дороже, чем там в том числе в Центральной России или в любом другом большом городе. Но объяснение то же самое. Логистика. Где-то закупили его, как говорят, на большой земле, бензовозом, железкой, потом паром. А если еще и распутится, то бензина вообще можно долго не ждать. И я не уверен, что здесь есть большие запасы. Наверняка заранее народ заправляется, чтобы там осенью и весной не остаться без топлива. Но это, должен отметить, дорогая заправка. Нам ребята сказали, это самая дорогая, 82. Здесь можно найти дизели по 75 в других местах. Тут же рядом стоит Центральный гастроном. Мы в нем с самого начала закупались, как приехали. Обычный большой супермаркет. Похож на любой сетевой. Глянем на продукты. Мы здесь уже были, закупались. На что хочу обратить внимание. Вот, пойдем сюда. В принципе, если есть какой-то китайский аналог по продукту, то он обязательно будет. И вы можете очень много таких китайских продуктов увидеть. Ну, вот, начинаем со снеков. То есть, здесь какие-то орешки. Там дальше будут хлопья, чипсы, еще что-то. Вот, в принципе, здесь уже заметно приближение к востоку и к Китаю. Здесь таких вот китайских продуктов становится чуть больше. Это какое-то желе 50 рублей стоит. Шашлык, к боже мой. А вы увидели, сколько хлеб стоил? Вода его. 130 рублей. 147. А потом, что участники... Никто объяснить это не может. Как хотят, так я уже и в Роспатриотнадзор звонила тогда. На Иркутск, когда приехала, когда мороженое купила стаканчик за 250 рублей. Стаканчик мороженого купил все продвинуться. Да, да, да. Вот в этом магазине. Вот, 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 вот. Магазин? Я просто... Я просто... Цены здесь не регулирую. Афигела. Оказалось, что к магазину было немало претензий. То цены конские задерут, то продукты не свежие поднесут. Отношения, так скажем... Негативные. Почему? Потому что она продает там вообще... Там творить еще хочет этих... Она некачественные продукты продает. Мясо протухло. Она там начинает его намывать, потом в этот... Стряпать, все лепить и продавать готовые там самсу, вот это все, пирожки всякие. Я для кадра возьму. Ну, это как? Давай, давай, давай. Вы же не ладны. Все. Я вот одну возьму. Клади обратно. Клади обратно. Все, я снял, клади обратно. Ммм, грица. Но вкусно. Очень вкусно. Интересный момент. Именно некачественное мясо стало последней каплей работяг в 1912 году. Условия для жизни и работы тогда сильно ухудшились. Рабочий день был больше 12 часов, а зарплата маленькая. Женский труд, кстати, оплачивался сильно меньше, чем мужской. На приисках начались стачки. Прибыль-то вся достается золотопромышленникам, да, а рабочим-то ничего не остается. Хотя они в очень тяжелых-тяжелых условиях, в шахтах, в шахтах, в сырости, в холоде работали по 12 часов. Например, такая зарисовка. Одна из крупных золотодобывающих компаний, она здесь сделала свою небольшую экономику. Что это значит? Это значит, что продукты можно было купить только в их магазинах. И они для этого выдавали специальные ячейки. Ну, считай, местная валюта. То есть ты как бы был полностью зациклен. Несмотря на то, что уже двигалось стачечное движение, уже рабочие бастовали, и даже некоторых организаторов этого стачечного движения, был такой стачечный комитет, арестовали, как-то раз жене одного из рабочего в таком вот магазине продают очень плохое мясо. Ну, откровенно протухшее. И, по сути, это становится таким спусковым крючком, когда люди собираются, узнают об этом. Их это еще больше возмущает. И они отправляются все вместе, несколько сот человек, к руководству, к администрации, чтобы, ну, решить вопросики. Хотя бы задать эти вопросики. Мало бы, ну, не факт, чтобы на них ответили, но они решили это сделать. Так вот, когда они уже подходили, конечно, к ним не вышел никакой парламентер. Их встретили солдаты, солдаты были вооружены, был отдан Пикассо их расстрелять. Это и было произведено, сделано. К сожалению, это такая печальная страница истории. Около 200 человек тогда погибло. По разным данным, около до 500 человек пострадало. Монумент, расстрелянным в 2012 году, стоит у дороги в окружении отработанных участков. Выглядит он неухоженно. Дверь внутри обелиска открыта, внутри какая-то мусорка. Я считаю, что вот этот вот Ленский расстрел, он прямо всю Россию взволновал, поднял рабочее движение, усилил его. Очень много было забастовок, очень много было протестов. Усилились митинги везде на всех заводах, фабриках. Вот, и да, да, люди были возмещены по всей России, что такая несправедливость, такая жестокость по отношению к рабочим, которые вот зарабатывают для этих золотопромышленников золото, что они обогащаются, эти капиталисты, да, а рабочие, которые вот это все делают, да, они в нищете остаются. По дороге до памятника мы встречали множество грузовиков. Дело в том, что сезон добычи рассыпного золота заканчивается с наступлением зимы, и компании вывозят вахтовиков в город, а технику на базы для ремонта. Асфальт заканчивается здесь сразу за постом ГИБДД на границе города. Дальше только разбитые грунтовки. Поэтому самые распространенные автомобили тут – японские внедорожники, наши УАЗики и, конечно, КАМАЗы. На дороге тут жалуются многие, но вот говорить об этом на камеру хотят далеко не все. Собиралась ехать к дочери, уже, ну, приготовила все, думаю, поеду к дочери. Ну, уже в водобой по делам. Ну, в телефоне группа пишет. Сломался машина. Я говорю, здрасте, две или три недели она не ездила. Машина потом, дорога у нас плохая была, одни ухабы, но мы ехали по дороге, видели, какая у нас дорога. Если такси кто-то поедет, на самолет ехать надо. За пять, за шесть тысяч машину берешь и едешь в Бадайбу. Я вот из больницы лежала в больнице, десять дней пролежала. Домой ехать, а не могу. Не ходит автобус. Ну, что, я за пять тысяч заняла машину и поехала. Вот пенсионеру повезло. Пять тысяч отдала и поехала. Я говорю, пять тысяч, и сколько продуктов можно было купить на этих пять тысяч. Ну, а ехать-то домой надо. Наталья Анатольевна живет в Артемовске. Это рабочий поселок в 60 километрах от Бадайбу. Раньше в школе работала поваром, а теперь свои пирожки продает в местном магазине. Вы серьезно? Я, 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 спасибо большое. Это очень вкусно. Это очень вкусно. И вы дома здесь все это делаете сами? Муж 20 лет в шахтах работал. Рассказывает, что раньше самородки ногами по улице пинали. История. В общем, у мамы есть сестра. Она живет в Краснодаре. Сейчас Ира наша. Она когда была подростком, сколько лет, 15-16, сколько там, муж меньше даже был. Я, честно говоря, не помню. Не знаю. И она шла, говорит, иду только по дороге. Говорит, камень-то копнула, красивый, поднимаю, говорит, его. Принесла домой. Красивый камень положила на печку. На предпечку. Ну, на такую штучку. Как она называется, не знаю. Положила. Дедушка работал на шахте. Пришли друзья. Смотрят, а у него самородок лежит на печке просто. Ну, в общем, слили его. И все. И потом дедушку давай таскать. Ну, я был такой, блин, что, совсем дурак. Если бы я нашел самородок, я бы его на печку положил. Конечно, бы я спрятал бы его. Ну, вот как-то так было. Но потом таскали. Сегодня, конечно, все иначе. Рассыпное золото на ближайших участках закончилось. И в поселке почти никого не осталось. Переезжать Наталья Анатольевна не хочет. Хоть и дети ее зовут. Во-первых, не собирается муж уезжать. Не хочет. Он сам с мамой. Ну, познакомился, слава богу. Уже 30 лет почти прожили. И он не хочет. Но он вообще больной. Он уже отработал на шахте 20 лет, можно сказать. И заболел такой болезнью, который у всех шахтеров. Силикоз. Как сказать? Легкий осыпается пылью. Вот шахтовая пыль. Ну, как вот на полу лежит, когда тачки там бурят. И вот эта пыль вся седает на легких. И потом люди заболевают. И вот теперь он уже на пенсии по инвалидности. Люди оставляют здесь здоровье. Но все равно продолжают ехать сюда со всей страны на заработки. Сейчас современные технологии позволяют облегчить условия труда. И на многих приисках стараются создать очень даже нормальные условия для работы и жизни. Вот полюс Вернинская. Здесь добывают уже не рассыпное, а рудное золото. Этих парней зовут Андрей и Виктор. Приезжают ребята сюда вахтами. Работают два месяца через один. Живут вот в таких общагах блочного типа. Один блок – это две комнаты на 6-8 человек с общими удобствами. Вот здесь мы раздеваемся. Здесь у нас раздевавочка. Так, что сейчас зима. Куча сейчас одежды. Табу. Ну, рандомная. Но теперь мы и сапоги. И шикарные вообще. Тут у нас холодильничек. Вот такой. Покажем, что дальше у нас. Ванная. Ну, не ванная, а душевая. Душевая кабиночка. Тут сушилочка. Тут раковинка отдельная. Стиравочку мы сами поставили. Чтобы не бегать вниз, не стираться, мы ее сами установили. Очень удобно. Погнали дальше. Технологи живут. Они сейчас спят. Тут вторая раковинка. Ну, тут тоже кто-то там, кто-то тут. А тут туалет. Простите. Туалет занят. Ну, кто-то там разгружается. Подожди, у вас один туалет на 8 человек? Ну, у нас на самом деле не всегда 8 живет. У нас четверо-то не всегда живет. А тут ребята двое один. Поэтому нам хватает. И в некоторых общагах на весь этаж туалет. Так что тут, да, у нас общий шик. Конечно, тут шик. Полюс Вернинская – это крупнейшее золотодобывающее предприятие Иркутской области и одно из самых передовых в России. Именно это предприятие занимается добычей золота на самом крупном месторождении России – Сухой Лог. Здесь самая крутая техника и технологии. Крутые специалисты со всей России. За прошлый год в Бадайбинском районе добыли 21 тонну золота. И больше 8 здесь, на Вернинском. Добыча рудного золота – это более трудоемкий процесс, чем добывать рассыпное. Все потому, что рудное золото находится прямо внутри твердых пород. То есть оно с породой единое целое. Чтобы вгрызаться в горную породу и приблизиться к руде, мощной техники не хватает, и на помощь приходят взрывники. Они способны взрыхлить крепкие породы. В первую очередь пробуривают скважины, туда закладывается взрывчатое вещество. После этого к месту подводится детонатор, и твердые породы взрывают. Далее экскаваторы начинают грузить в белазы уже взрыхленную породу. В одном грузовике может быть всего лишь около 50 грамм золота. Для того, чтобы добыть золото из руды, необходимо его измельчить до определенного состояния. После дробления и измельчения руда превращается в мелкий песок. Окончательный процесс отделения золота от этого мелкого песка происходит на ЗИФе. Это отдельное предприятие и расшифровывается как золотоизвлекательная фабрика. Вот по этим конвейерам на завод поступает руда. Ее постоянно сканируют, после чего она попадает на главную мельницу. Хотя она, конечно, больше похожа на огромную стиральную машину. Здесь руду измельчают. И для этого внутри этого огромного барабана вместе с рудой вращаются тяжеленные металлические шары размером с гриппфру. Дальше она проходит еще через несколько таких мельниц, пока не превращается практически в песок. Существует легенда, что если ты работаешь 10 лет в компании, как я... Или 20. Даже еще, это даже не легенда, это действительно правда эксклюзивных, а так, исключительных сотрудников. Блин, вырезаем. Сам себя не похвалишь, не похвалят. Мы забыли, да? Можно тебя приглашают на плавку, и ты можешь хоть сколько золота потрогать. И вот у меня вот здесь такая фотографика, я могу даже ее показать, где я держу два слитка. Тут получается... А, тут один двенашка, один пятнашка килограмм. 27 килограмм золота. Да, и самое максимальное, сколько золота я в руках держал. Нюхуй покажи, я-то не видел. Клево. Я брал 4 слитка, это примерно вот такой объем, 60 килограмм там было. Вот в таком объемчике, 60 килограмм, да, золота. То есть ты уникальный счастливчик, да, таких тут просто... А, ну получается вообще на Верлинском больше золота в руках, чем я, никто же не держал, потому что там никто больше слитков не хватал. Вообще за всю историю получается. В Бадайбо съезжаются вахтовики со всей страны. Их встречают на пассажирских КамАЗах прямо в аэропорту, и оттуда везут на предприятие. Перед тем, как новые сотрудники попадут на территорию, всех в обязательном порядке проверяют на алкотестере. Если кто-то в самолете или по прилету отметил это дело, то он моментально попадает в черный список. Это означает, что работу на ленских приисках такой человек уже никогда не найдет. Для вахтовиков здесь созданы достойные условия. Здесь есть свой супермаркет, спортивная площадка, больница, тренажерный зал и, конечно, столовка. Платят на золотодобычу хорошо. Учитывая, что тебе, пока ты работаешь на участке, особо-то и тратиться не на что, то домой можно привезти хорошие деньги. Например, машиниц шагающего экскаватора рассказал нам, что получает 180 тысяч рублей в месяц. Это уровень начальной ставки на приисках. А начальники отделов могут получать уже от 200 до 300 тысяч рублей. На жизнь хватает, да. Но вот на черный день отложить не получается. Все расходится на повседнев. А, я понял, к чему вы поняли. На еду мы не тратимся на вещи, мы не тратимся. Значит, мы тут зарабатываем большие деньги, но, по сути, большие деньги мы и не зарабатываем. Почему? Мы обратно приезжаем сюда, и кажется, как будто денег-то на гражданки уже и нет. А почему вы, по сути, не зарабатываете большие деньги? Ну, расскажите честно, Роджер. Тебе хватает денег на межуафт? У меня ипотека, у меня ремонт, у меня дети. У меня молодая красивая девушка. Люблю тебя. Суть какая, что это причем безожлишеств каких-то. Нету такого, чтобы, я не знаю, каждый день мы ели в каких-то ресторанах, ходили в кафе. Мы просто гуляем, я не знаю, готовим дома. Редко куда-то выезжаем. И при учете этого, я приезжаю, у меня просто нет денег. Я такой, чего? Почему у меня опять нет денег? Ты скажешь, когда ты тратишь свои миллионы или нет? Какие миллионы? В них заработать начинаешь, чтобы тратить. На что я их трачу? На ипотеку, на ремонт, на девушку, я тебе сказал. На детей, на образование детей. Ты цены видел? Короче, зарплаты в автовиках хватает, чтобы более-менее комфортно жить. Месяц. Да, месяц. Мне кажется, наш разговор зашел в тупик вообще максимально. По той простой причине, что мы сами... Нам сложно ответить на вопрос, куда тратятся точно эти деньги. По той простой причине, что нету сверх каких-то покупок, не откладываются какие-то баснословные суммы, просто деньги заканчиваются. И все, и мы едем снова сюда. Сюда едут не только выхтовики. Есть и любители-золотодобытчики. Они ходят с металлоискателями вокруг Бодайбо в надежде, что повезет. Хотя это и незаконно. Но для них это как рыбалка. Здесь важен процесс, а не результат. Я так камушек вытаскиваю, а там как бы вот такой, знаешь, это самое. Ход. Ход. Я боюсь туда залезть. Вдруг там скорпион какой сидит в Монголии, там вот самая змея какая-то. Я путиком сфера поковырял. Слышь, что там-то никто оттуда не выпрыгнул. Чувствую, какая-то банка железная. Так его вытаскиваю. Там банка из-под кильки. Я крышку так поднимаю. Там красный бархат. Бархатинку открываю, а там сережки. Серебряные сережки с красным камнем. Рудольф Кавчик – опытный золотоискатель-любитель. Знает места, где можно попытать счастье. Поэтому с ним мы поехали на отработанный карьер недалеко от города. Несмотря на то, что этот участок уже закрыт и полностью переработан, мы все равно приехали искать золото сюда. Почему? А вон, видите, вон-то вон кучу, да? Камней больших? Да. Это Галя. По идее, мы должны к ней подойти, посмотреть, какой стоял грохот на промприборе. Если там дыра была вот такая, соответственно, все самородки ушли. А если там была вот такая вот, как на драге. Потому что на драге, дражная бочка, там отверстия грохота все вот такие, 20 миллиметров. И, соответственно, все самородки, они все лежат в отвалах. Здесь найти самородки гораздо больше шанс, чем, скажем, после промприбора. Просто металлоискателем? Просто металлоискателем. Металлоискатель стоит от 1000 долларов. И вот так, шаг за шагом, с маленькой киркой в руке, мы ходили по старым отвалам у берега реки. Рудольф рассказал, что когда-то они с отцом были первыми, кто привез в Россию металлоискатель и начал с ним искать золото. Мы такие заходим, они, ну, что, все смеются над нами. Миноискатели, что-то, пришли искать. Вот так, председателем на стол, высыпаем в горку. Мужиков так все. Тишина такая, тишина, тишина, тишина вся. Тогда мы что-то добыли 300 грамм. И один из самородков, который мы нашли, был вот такой вот примерно с куриное яйцо, весь в кварце. Ну, примерно вот такой. Мы его нашли на третий день, по-моему. Так в руках держим, переглядываемся с отцом. И знаешь, вот такая мысль у обоих. А будем сдавать? Нам кажется, что этот самородок, он килограмм, наверное, представляешь, килограмм просто отдать ради науки. Так вот посмотрели друг на друга. Пошли и сдали. И с того момента золото для меня стало, и для отца всегда он геолог, профессиональный, кандидат наук. Знаешь, просто как металл да металл. То есть я перестал чувствовать его, вот ценность, тягу к нему. И для меня вот, да. То есть для меня он перестал вот именно вот этой тяге не стал к нему. Вот говорят, за металл убивают, там еще что-то. Не все равно, я могу говорить, кровь бросить. Конечно, я его не выброшу, потому что это деньги, это мои деньги, да? Это мой труд. А труд, ну, я поменяю спокойно на деньги. Соответственно, деньги поменяю на то, что мне надо, да? Продукты, машину, там, квартиру и так далее. То есть набралась вот эта вот ниточка золотая, золотого дьявола. И вот тут мы доходим до самого главного. Что делать с найденным золотом? По закону вы должны его сдать в полицию. Только зачем же искать золото, чтобы затем его сдавать? Процент, как от найденного клада, вам никто выплачивать не будет. Хорошо, если просто как ценную находку оформят и отпустят. А ведь могут еще и за незаконный оборот драгметаллов привлечь. Искать не запрещено. Находить запрещено. Соответственно, все ищут, но никто не находит. Все чисты перед законом. О чем? Кляду я там в Багдарино, да? А мужиков нету. Работающих мужиков летом нету. Где они? Работы там нету. Вот слова совсем нету. Ну, народ живет, процветает, у всех хорошие машины и так далее. Что они делают? Правильно они все разбрелись, он по-то иде. Так а в чем разница? Вор, которого поймали, и вор, которого не поймали. В чем разница? А он сразу вор? Ну, с точки зрения государства и закона, да? Если мы его не сдали государству, а повезли его домой, мы вор. Где этот момент, когда мы не из вора, а превращаемся в вора? Вот мы нашли его, мы его везем. Да. Никто же не знает, куда мы его везем, правильно? Вот пока ты его везешь, и у тебя намерение, что ты его везешь ближе... Потому что в законе конкретно написано «ближайший участок» или ближайшая местная администрация. Вот, как только ты проехал ближайший, то есть ты проехал бодоебо и повез его к себе куда-нибудь в столицу, домой, все. Значит, тут уже ты уже вор, ты украл государство. Красть у государства совсем не хочется. Но такие правила. Кстати, не во всех странах. Рудольф рассказывал, как совершенно легально добывал золото в Чили и Австралии. Там это можно делать в частном порядке без использования промышленной техники. А у нас это возможно только после открытия ООО и получения всех необходимых лицензий. За этими разговорами мы продолжали исследовать карьер. И я уже был привык к вечно издававшему писк металлоискателю, как вдруг... Мы реально нашли золото, хочешь сказать? Я в очередной раз, конечно, просто... Мне любое золото дураков подсунет и скажет, это золото. Я вчера не верил, и сейчас. Ну, видишь, блестит. Ну, оно блестит прям, конечно, как будто... А как я проверю? Вот ты мне говоришь, что это золото. Я, например, не знаю. И как я... Я просто должен тебе довериться? Да. А я все уже вор? Нет. Это находка. Блин, ребята, вы серьезные. Это находка. По закону ты должен отнести его в полицию. Хорошо, подожди. Но для того, чтобы это было законно, я ничего не могу сделать? То есть я должен просто это отдать? Просто отдать полицию, а они узнают, сколько здесь золота. Как они узнают? Они из камня его как достанут? Раздолбят. Запустят это все в дробилку, в ступку. Потом промоют, если сколько в нем золота. Какие еще золота? Ну, вероятнее всего, прожилки вот так вот идут, вот такими же вкраплениями. И вот так в земле везде находится золото? Не только вот такими саморозками? Ну, честно говоря, я сам впервые вижу такой очень красивый образец, чтобы на черном фоне вот такие вот большие желтые прожилки. Ни разу не видел. А мы сейчас можем как-то проверить его? Можем. Берем нож. Вот теперь смотри. Видишь, они как бы кубиками? Кристалликами такими. Кристалликами, да. Если это золото, то оно просто сминается и блестит. А если это перит, он просто крошится. Видишь? И что с ним происходит? Крошится он или мнется? Шутки про золото дураков и поговорки о том, что не все то золото, что блестит, пора писать в комментарии прямо сейчас. Это хорошо, у меня есть проводник, который соображает. Иначе я был бы уверен, что мне реально улыбнулась удача, и я нашел золото. Несколько лет назад здесь добывали золото. Вот что от этого осталось. И это место, на которое приходят люди в надежде тоже самому добыть свой самородок, свой кусочек золота с металлоискателем или как-то иначе. И вы знаете, я сегодня почувствовал, несмотря на то, что у меня не было задачи найти золото, была задача и было интересно узнать, каково это, какие-то подробности этого процесса. Но сегодня я реально почувствовал, мне кажется, такой небольшой тизер того, как чувствует себя человек, когда находит золото или что-то драгоценное. Это было непередаваемое ощущение, и они были очень приятные. И в следующую секунду я почувствовал, черт, ну даже несмотря на то, что это было не золото, я подумал, если бы это было оно, как хочется его забрать себе. А ведь ты же искал, ты же что-то приложил, какие-то усилия, ты реально старался, потратил на это время, очень много. Ты сконцентрировался на этом, и ты его нашел. А если ты его возьмешь, то сразу станешь преступником. От этого стало, конечно, очень обидно, но таковы правила. Я собрал вот другие красивые камни, которых здесь очень много. Отвезу их дочери, она обожает камни. За эти камни в тюрьму не посадят. Я заметил, что у большинства местных дети либо уехали, либо вот-вот собираются это сделать. В основном переезжают, конечно, в Иркутск. Несмотря на это, ощущения покинутого города в Бодайбо все же нет. Ну, если не открывать объявление о продаже квартир. Вот и Катя с мужем тоже готовится к переезду в Иркутск. Хоть там и город побольше, и медицины лучше, переезжает Катя все равно со слезами на глазах. Лишь слезы хотят болиться. Нет, конечно, это просто... Это целая история, получается. То есть становление меня как... Ну, до того... То есть я приехала сюда обычной девчонкой. Просто обычная девчонка-повар. То есть вот... Дорасти до того, что у меня будет какой-то свой бизнес. Ну, как бы я даже об этом не мечтала. То есть я ставила себе цели. Ну, как обычно, да? Люди себе ставят цели. Ну, кто-то же их не достигает, не добивается ничего. А тут получается то, что именно в этом городе я добилась чего-то. То есть я совершилась как личность, как звезда. Я выросла здесь. И для Кати, и для ее мужа Бодайбо стал большим этапом в жизни. Степан сделал здесь не только карьеру, но и стал музыкантом. Смотрите, эту студию звукозаписи на втором этаже гаража он организовал себе сам. И читает здесь рэп. И свои треки посвящает Бодайбо. Этот город для них навсегда останется родным. Параллельно и в такт мы на равны. Город наш дорогим пахнет. Город на Витиме, мы в картине. Разными красками по квартирам. На дороге главное, чтоб фартило. Чтоб друзья не проходили мимо. Мы золото не таять. И как мы вырываем, золото добываем. Когда так мы тоннами, манно-тонно. Без ней уйма. Тая притона. Бодажи душой, подай без сила. Тайга в круг нас поглотила. В глубокой яме на позитиве. Жарит как крапива то, что принято было. Город на Витиме. Тайга в округ. На Витиме. Где он стоит того, чтоб русли без снор. Как больших слов. Судачи, люди, детей, жгут. На всю жизнь, опять не твои тупы. Город на Витиме. Тайга в округ. Тайга в округ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова